Минус один долгострой в Москве. Открылось новое здание театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади. Его строительство началось в 2005 году, но работы были приостановлены из-за недостатка финансирования. Работы удалось возобновить только спустя 7 лет. В фойе вместо традиционных для московских театров колонн, лепнины и мрамора, керамогранит, нержавеющая сталь и стекло. Новый зал небольшой, всего 400 мест, зато с каждого сцена как на ладони. Театр буквально напичкан уникальными технологиями. Сцена оборудована поворотным кругом, который можно крутить и поднимать одновременно. Для этого в небольшом трюме под сценой установили не меньше 100 механизмов. Чтобы реализовать такой набор механики снизу, то есть поворотный круг и подъем на опускные площадки, другие театры используют так называемые трюмы. То есть это пространство, которое находится под сценой. В крупных театрах их количество может доходить до нескольких. И высота этих трюмов чуть ли не с высотой со сценой. У нас под сценой всего лишь 4 метра. И в этих 4 метрах смонтированы все механизмы, которые позволяют одновременно и вращать круг, и поднимать подъем на опускные площадки. Зрительный зал системы виртуальной акустики. Она обеспечивает отличную слышимость даже в самых дальних уголках зала. Но и заставляет звук двигаться по сцене вслед за актером. У художника по свету теперь тоже неограниченные возможности. Все новейшие разработки в области освещения собрали в театре Табакова. Новинки есть и в организации работы театра. Пульт управления всем тем, что происходит на сцене, под сценой, в кулисах, в гримёрках. Мониторы нам показывают все части театра. Мы видим, где кто и кого нужно вызывать. Сцена, зрительный зал и связь со всеми-всеми цехами. Поклон и большой респект тем, кто придумал такую вот замечательную машину. Репетиционный зал театра размерами не уступает сцене. Много удобно гримёрных. Сделали всё возможное, чтобы это не только был уютный, но и очень профессиональный, технический, современный театр. С новыми возможностями, возможности сцены, зрительного зала. С творческими возможностями вашего замечательного коллектива. Я поздравляю вас и поздравляю всех москвичей, которые получили новую театральную жемчужинку в Москве. Первая премьера на новой сцене состоится уже 27 сентября. Ольга Большакова, Иван Коробков, «Строймусрум». Продолжение следует...